как я и говорил начался дождливый сезон поэтому я на бмв но сегодня будет серия про что про то как восстановить бленду да да ребята у меня здесь есть бленда вот такая вот это очень клевая бленда потому что она арига но как видите если смотреть на просвет то есть много нюансиков и сейчас постараемся это все заделать короче говорю сразу если брать просто краску и допустим поливать такие вот места которые прозрачные то она не дает вот такой же структуры как здесь то есть эти квадратики становятся просто сплошными и вот непонятно чем это все подкрашивать сейчас буду экспериментировать короче как вы поняли обычную краску типа монтана я уже попробовал видел что люди некоторые делать это транспортировать не транспортировать тонировочным лаком вот сейчас попробую я думаю взял монтановскую похожую штуку под названием transparent это типа тоже тонировочки и попробую что-то с этим сделать просто хочется сделать покрасивее данную бленду кстати если что лак данный тоже пробовал тоже давал тот же самый эффект такую вещь я взял али называется это типа transparent считается вот ей я собственно и попробую что-то сделать короче попробовал это все сделать вон там вот не прокатило ложится она прозрачно стал 1 нижней частью точнее с темной частью все проще просто красим черной краской и она закрывает нам все наши пробелы ну что вам сказать эта штука тоже не работает она ложится реально прозрачно поэтому не прокатило я там вот пробовал или там не помню в итоге все смыл обратно жидкостью для снятия лака кстати да эту штуку уж свой припасите потому что но экспериментировать вам придется много а так вот этой части все проще здесь покрасить черным принципе она закрывает все пробелы которые у нас существуют вот так вот следующий этап я попробую следующим этапом будут пробовать еще одну вещь а точнее тонировочный лак сейчас пойду на личинского магазин автозапчастей и спрошу за тонировочный лак ребята сходил купил вот такую вот штуку 30 рублей стоит этот баллон вот это поворот что нихера не дешево но последний шанс видел на драйве что человек красил подобные вещи и вроде как получилось более-менее я уже понимаю что он красный не темно-красный поэтому получится не идеал но все же буду лить им и как будет так сушим феном уже где-то половина баллона вылил туда ну большего становится лучше потому что уже не настолько прозрачные эти дыры и когда она ну типа закроется непонятно мы не знаем что это такое короче когда он закроется багажником тоже наверно будет лучше но потом еще 1 нести хром а вот тут поправочка я забыл снять но в итоге эффекта ну заполнение не дало тонировочный этот лак и короче я сделал что я все нафиг смыл потому что слишком толстый уже слое был краски и просто сделал пару слоев монтаны потому что получился абсолютно тот же самый эффект то есть полностью укрытости не дало но зато хотя бы не другого бутерброда слоев краски поэтому и монтаны это делал а с обратной стороны делаем по заводу хром и черный так ну и ребята как я и говорил идеала не получилось но самое главное что это орига поэтому тут вот такие вот места остались но и пофиг если вдруг у кого-то есть какие-то мысли как это делается правильно напишите просто в комментариях или дайте ссылочку на правильные видосы ну а так сейчас будет установка я изнутри проклеил все вот такой вот двухсторонним скотчем как оно и было по заводу сейчас установим уже снята номерная рамка естественно сюда вот штатные места она будет крепиться так но что вот такой внешний вид и вы знаете ну типа вот отсюда особо если не всматриваться ноут эти косяки даже не видны я в принципе доволен я в принципе доволен вот так вот она по зазорчиком стала тут немножко желтенькая просвечивается и тут немножко желтенькая просвечивается видимо так и должно быть то есть она чуть-чуть на миллиметр с каждой стороны уже чем багажник ну типа это логично короче мне нравится а вам напишите в комментариях пожалуйста нравится вам или нет но блин по моему кайф жопка преобразилась и круто что это орига короче ребят спасибо всем за просмотр конечно восстановить мне в идеале не получилось но я все равно надеюсь на ваши комментарии и ваши советы на будущее вдруг я еще какой-нибудь бленды куплю надо будет восстановить ну и вообще делитесь друг с другом опытом потому что я думаю эта тема кому-то интересна подписывайтесь на канал лайки ставьте комментарии пишите и до скорых встреч пока друзья